Я хочу вас поздравить с прошедшим великим праздником, 9 мая, Днём Победы, потому что этот праздник, он важен для каждого. В немногу уходят ветераны, но знаете, у нас остаётся самое главное — это память. Она есть у каждого, в каждой семье есть свой герой, даже по несколько. Мы все помним, и это нас связывает. И пока мы помним, они вместе с нами. И эта связь сохраняется. Первое стихотворение, которое я прочту, оно посвящено погибшим ленинградским детям, которых, отправляя на спасение, оказалось на смерть. Есть места на земле, чьи названия, словно оковы, держат в памяти то, что осталось печалью дали. Вот таким местом скорби и братства нам стал дочком. Небольшое село в Украине в городской земле. Здесь, в июльский безоблачный день 41-го года, враг нагрял и все небес разбомбил пассажирский состав. Целый поезд детей Ленинграда, 12 вагонов, тех, что город хотел уберечь в этих тихих местах. Кто же мог в Ленинграде в тревожном июле представить, что фашисты так быстро окажутся в той стране, что детей отправляют не в тым, а навстречу войне. И над их поездами нависнут машины с крестами. И в прицел было видно, что там ни солдаты, ни пушки, только дети бегут от вагонов, десятки детей. Но пилоты, спокойные, точно бомбили теплушки, ухмыляясь злорадной, олись к усмешке своим. И метались по станции в страхе мальчишки, девчонки. И зловещие чернели над ним на крыльях кресты. И мелькали средь пламени платьицы и рубашонки. И кровавились детскую плотью земля и пустыни. Плохли крики и плачь, время, грохоти, юнкерсов буди. Кто-то сам, погибая, пытался другого спасти. Мы трагедию эту вовек не забудем. И фашистских пилотов убить никогда не простим. Разве можно забыть, как детей по частям собирали, Чтобы в братской могиле, как павших солдат, схоронить? Как над ними, не стыдясь, и мужчины рыдали, И клялись отомстить? Разве можно все это простить? На Руси нету горя чужого, беды посторонние. И беду ленинградцев лычковцы считали своей. Да кого же убийство детей беззащитных не тронет? Нету боли страшнее, чем бедит страдания детей. Вечным сном спят лычкови на кладбище в скромной могиле. Ленинградские дети далеко от дома и мало. Но лычковские женщины им матерей заменили, Отдавая заботы тепло их остывшим телам. Убирая могиле невинных страданий цветами, Горько плача над ними вниз в конки и славы страны. И храня всем селом дорогую и горькую память, А совсем незнакомых, известных, но все же родных. И воздвигали в лычкове на площади возле вокзала, Скорбный памятник детям, погибшим в проклятой войне. Перед рваной глыбой девочек, словно срезрыг в огне, Смертно-мужести к сердцу дрожащую руку прижала. Говорят, прятлили ее капля бронзи, Слезой побежала. И осталось на ней в щеке, бескончим на ней. А по рельсам бегут поезда, остановка Лычкова. Пассажиры спешат поглядеть в монумент, Проспросить, врезать в сердце свое страшные повести, Каждое слово, чтобы лычковскую боль Не забыть, не простить.